Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Присоединил бы к своей застройке. Самовольная. Автостоянка или детский сад. Общественники при помощи администрации отстояли участок, предназначенный под строительство дошкольного учреждения. Анапа изменилась в лучшую сторону, чем было. Морпорт, набережная и театральная площадь. Как Анапа готовится к открытию сезона? Очень много интересных деток увидели. Новые звездочки приехали к нам. Быстрее, выше, сильнее. Сегодня чествовали победители краевых соревнований по спортивной гимнастике. Здравствуй, Ле. Борьба с нелегалами должна быть системной, чтобы в сознании у нарушителей укрепилась мысль. Заработать в обход закона не получится. По поручению главы Анапы Юрия Полякова, управление торговлей ежедневно обследует курортную территорию. Сегодня прекращена работа закусочной, реализующей из-под полы фальсифицированный алкоголь. Вывеска «Кубанские вина и бросовые цены» притягивают приезжих как магнит, а для управления торговлей это повод для серьезной проверки. Первый же рабочий день закусочной на пересечении Ивана Голубца и Пушкина привлек внимание специалистов. Сегодня выявлен объект, который реализовывал алкогольную продукцию без лицензии потребительскую тару на вынос. Сотрудникам полиции будет применена мера административного воздействия и изъят предмет административного правонарушения. Батарея пустых бутылок красноречиво говорит о том, что планы у хозяев забегаловки были далеко идущие. Но сбыться им не суждено. Полиция вывезла 370 литров суррогата. Собственнику грозит штраф 50 тысяч рублей. При повторном нарушении – уголовная ответственность. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Только за май в результате совместных действий полиции изъято 1740 литров левого алкоголя. И еще одна попытка нарушить закон. Захват муниципальной земли выявил Монконтроль с помощью общественников. Участок в микрорайоне 3Б по адресу Ленина 191А зарезервирован под строительство детского сада. Однако не так давно анапский предприниматель собрался сделать здесь парковку. И даже успел обнести будущий объект забором. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Тревогу забили активисты местного ТОСа. На этом пустыре, по их словам, предполагается строительство школы и детского сада. По периметру скоро начнут делать сквер школьный. Этот проект стал одним из победителей программы «Комфортная городская среда». Забор стал для жителей микрорайона 3Б полной неожиданностью и никак не вписывался в их планы благоустройства территории. Вопрос вынесли на совет Южного микрорайона. Пригласили представителей администрации и депутатского корпуса. Один из застройщиков, входщик Денис Владимирович, самовольно огородил территорию земельного участка, предназначен для дошкольного учебного заведения под будущее строительства. Он его огородил, будем говорить, не в частности, а присоединил к своей застройке самовольно. Сейчас мы разговор с ним вели, ведем с администрацией, с муниципальным контролем, чтобы это незаконное ограждение снять. Уже на следующий день межведомственная комиссия администрации города вынесла решение – захват муниципальной земли незаконен. Участок необходимо освободить. Демонтаж незаконно установленного ограждения будет производиться с 5 июня 2018 года. Межведомственной комиссией будет размешено на сайтах в средствах массовой информации дата демонтажа данного ограждения. Теперь предпринимателю, который установил забор, дается неделя, чтобы самостоятельно произвести демонтаж конструкции. В противном случае забор демонтируют силами муниципальных служб. Татьяна Щекоткина, Ирина Меркурьева, Михаил Попов, Анапа-регион. А тем временем курорт продолжает готовиться к высокому сезону. По мнению гостей города, Анапа меняется на глазах. О том, что делается силами городских коммунальщиков сегодня, в нашем материале. Это сердце Анапы – театральная площадь. Здесь полным ходом идет подготовка к 1 июня – Дню защиты детей. Одни специалисты устанавливают тематические баннеры к предстоящему празднику, другие наводят порядок на самой площади при помощи поливальных машин. Большие изменения коснулись и территории морского порта. На входе уже практически завершили реконструкцию зеленой зоны. Уложена новая плитка, установлены лавочки и урны. Сейчас идет монтаж освещения. Появился здесь и долгожданный пандус для мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. Теперь прогулка по набережной станет действительно удобной и комфортной. Также на набережной идет подготовка к укладке новой тротуарной плитки. Старое покрытие было полностью демонтировано. Сейчас сотрудники МКУ «Ремстрой» завозят строительные материалы. Всего на этом участке предстоит уложить более 130 квадратных метров тротуара. Новую плитку на тротуар завезли почти в полном объеме. И планируется к концу недели закончить монтаж новой плитки этого тротуара. Еще две бригады работают в селе Витязева. Там приступили к установке съездных пандусов на улице Черноморской. Руслан Душевский. Анапа. Регион. И в продолжение темы. В Анапе появился новый претендент на победу в конкурсе «Самый уютный дворик». После того, как в доме капитально отремонтировали фасад и кровлю, жители обратились за помощью к депутату. Первый результат – отремонтированные фасады подъездов. Однако на этом никто останавливаться не намерен. В этом доме на улице Маяковского новые фасады кровля. Сработала программа капитального ремонта. 15% средства жильцов, остальное – софинансирование в счет будущих платежей. Вместе с тем зданию 40 лет. Нужно было отремонтировать три входных группы. На ступеньках – новая плитка. Ее укладкой и другими работами занималась управляющая компания. Материал предоставил один из застройщиков. Координировал процесс депутат горсовета. По мнению Алексея Аксенова, на призыв главы города сделать Анапу самым благоустроенным курортом побережья должен откликнуться каждый. На самом деле деньги небольшие. И самое что интересное, есть бизнес Анапы, который откликается и помогает людям. Это приятно с ним даже и работать в этом направлении. Задача какая? Люди должны видеть, что объединившись, можно достичь результата. Вот сейчас люди объединились, все квартиры, поняли, что можно своими силами сделать, во-первых, и дом крашей, и чтобы прилегающая территория тоже соответствовала. То, что здесь живут неравнодушные люди, видно по прилегающей территории. Здесь было полуболото такое, за камышом заросло. Мы выкорчили с женой, где камни пособирали. И вот это все ручную я собирал, ремонтировал, делал. Сегодня это называется ландшафтным дизайном. После того, как территорию расчистили, идеи начали приходить сами, а материалы сами проситься в руки. Городские службы занимались обрезкой деревьев, остались ветки. Так получился колодец. Похожая сова есть в одном из парков. Мастер решил сделать аналогичную скульптуру. Дети приходят, многие фотографируются, приходят. Красиво. Вот бочку, например, я где-то нашел. Кто-то уже из-под вина выбросил бочку. Нормально, бочка ее пристроила, и она красивая. Жители считают, что теперь у них есть все шансы победить в городском конкурсе на самый уютный дворик. На сделанном останавливаться не собираются. Уже планируют заменить электропроводку. А после этого можно будет заняться косметическим ремонтом подъездов. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Пора в детсад. Более двух тысяч юных анапчан в возрасте от полутора до семи лет с сентября отправятся в дошкольное учреждение. Комплектование начнется с 1 июня и продлится до конца лета. Список детей, которые получат путевку в детский сад, утверждается по итогам автоматизированного комплектования электронной очереди. Список будет размещен в первых числах июня на официальном сайте городского управления образования, указанном на экране. Во вкладке «Результат комплектования» либо на родительском портале. Очень важно не пропустить эту информацию, так как вся дальнейшая процедура приема в детский сад регламентирована определенными сроками. После утверждения и размещения списков в сети интернет, в течение 10 дней родителям необходимо обратиться в МФЦ и написать заявление на получение путевки. Еще через 10 дней документ должен быть у вас на руках. С ним в течение 5 дней родителям надо прийти в дошкольное учреждение. Всю информацию можно получить по номерам телефонов управления образования, которые также можно найти на официальном сайте. А для тех, кто уже заканчивает школу, стартовала сдача единого государственного экзамена. Более 800 анапских выпускников сегодня показали свои знания по математике. Это обязательный предмет для всех 11-ти классников. В этом году ЕГЭ в Краснодарском крае проводят по-новому. Все бланки печатают прямо в классах, а ответы ребят будут оценивать по пятибалльной шкале. Чтобы получить аттестат, нужно написать хотя бы на тройку. Свой результат выпускники узнают 15 июня. На очереди ЕГЭ по русскому языку. Его 11-ти классники напишут уже 6 июня. Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля. В Анапе подвели итоги открытых краевых соревнований «Здравствуй, лето» по спортивной гимнастике. Турнир пользуется неизменной популярностью. Специалисты отмечают, что соревнований такого уровня в крае не так много. Кроме того, у детей есть возможность побывать на море. Победители принимают поздравления. Своих обладателей нашли 6 комплектов наград. Самым юным участницам 9, самым старшим по 11-12 лет. В турнире приняли участие 180 воспитанниц ведущих гимнастических школ региона. Одна из них базируется здесь, в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». У нас очень такой старт, потому что все хотят приехать на море. Помимо того, что выступить, еще и, конечно же, отдохнуть и поплавать. Поэтому стараются к нам все приехать по возможности. Очень много интересных деток увидели. Новые звездочки приехали к нам. Малышей очень много интересных, очень много с программой уже такой хорошей. Так что я думаю, что мы в дальнейшем увидим во взрослых разрядах. Из 18 призовых мест 8 в активе юных гимнасток из Краснодара, 4 у Новороссийска, по 3 у Славянска-на-Кубани и Анапы. Тренеры команды города-курорта пояснили, что план в целом выполнен. Для Айлиты Черкасовой это были последние юниорские соревнования. Она заняла второе место. С одной стороны успех, с другой повод для работы над ошибками. Соперницей Айлиты, занявшей первое место, стала Надежда Николаева из Новороссийска. Впечатления очень хорошие, мне очень понравилось. Прям снаряды хорошие. В прошлый раз была третья, сейчас первая. Самые старшие из участниц соревнований в следующем году будут ставать нормативы мастеров спорта. Специалисты не исключают, что кто-то из них в будущем будет представлять Россию на международных соревнованиях. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. И срочная новость. В адрес нашей редакции обратились зрители с жалобой на качество водопроводной воды. Специалисты утверждают, что ситуация под контролем. Подробности в эксклюзивном интервью с руководителем Анапского водоканала. Во-первых, хотелось бы сказать, что вода, поступающая к нашим абонентам и потребителям, она находится в надлежащем качестве, в надлежащем состоянии. И опасности для здоровья граждан за собой никакой не несет. Это первое. Второе. Запах, появившийся в воде сейчас, связан с тем, что вода в реке Кубань имеет высокую температуру. И в связи с тем, что мы производим ионизацию для связи хлора с водой, появляется вот такой запах речной и листы. Так как сам процесс ионизации, он способствует усилению этого запаха, потому что река Кубань имеет свой естественный такой запах. Соответственно, для населения опасности нет. Единственное, что мы можем принести извинения за временные неудобства. И мы прилагаем все усилия, чтобы к завтрашнему утру этот запах убрать. Далее о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 31 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше ноля. Ветер северный – от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапарегион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.